Вчера 20 июля в Лондоне прошел вечер бокса. Событие посетил чемпион Василий Ломаченко и его будущий соперник Люк Кэмпбелл. В ходе мероприятия боксеры поднялись на ринг и провели первый дуэль взглядов. Встреча Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла состоится 31 августа в Лондоне. Промоутер Василий Ломаченко бы паром поделился ожиданиями от предстоящего поединка. Ломаченко – уникальный боксер. Я думаю, что он хочет взять Великобританию штурмом. Нет сомнений, что Люк Кэмпбелл тоже отличный боксер. Но у Ломаченко настоящий талант. Британские фанаты давно хотели увидеть Василия в Лондоне. Я думаю, что это будет безумный вечер бокса. Нас ожидает аншлаг на арене О2. Я не удивлюсь, если у Ломаченко будет поддержка фанатов здесь. Вчера в Лас-Вегасе завершился напряженный и драматический мегафайт между Мэнни Пакео и Кейтом Турманом. Уже в первом раунде филиппинец отправил соперника в нокдаун, однако затем боксеры устроили в ринге и качели. Казалось, что Пакео все же больше заслужил победу, и судьи действительно вынесли вердикт в его пользу. Впрочем, Пакео победил только раздельным решением. После боя появились официальные судейские записки, которые позволяют понять, как боковые судьи оценили этот непростой для подсчета поединок. Британский боксер Амир Хан остался недоволен решением судей. Хан уверен, что у Мэнни было неоспоримое преимущество. Очень хорошее выступление от Мэнни Пакео. Он продемонстрировал великое шоу и устроил мощную концовку. Я не считаю, что здесь уместно раздельное решение. По моим подсчетам, Мэнни должен побеждать единогласно. Также система Компибокс опубликовала статистику выброшенных и точных ударов. Пакео выбросил больше ударов, но был менее точным. 28% против 37%. Турман в течение всего боя мало работал передней рукой. Всего 18 попаданий против 82. Зато имел заметное преимущество. В числе точных силовых ударов 192 против 113. Британский телеканал BoxNational предложил свой вариант идеального боксера Франкенштейна. Для этого потребовалось взять у конкретно действующих бойцов их сильные качества. Так левую руку пожертвовал Мэнни Пакео, правой Эдуанте Ивайлдер. Движение и мобильность досталось Франкенштейну от Василия Ломаченко. Ум от Сауля Альвареса. Сердце от Оскара Вальдеса. Не забыл BoxNational и Генади Головкина. У Triple G взяли железный подбородок. Журналист The Ring Дуглас Фишер прокомментировал ближайшие планы казахстанского боксера Генадия Головкина. В частности, Фишер полагает, что в сентябре наиболее оптимальным вариантом для Головкина станет мексиканский боксер Хайми Мунгуя. Если же Генадий решит вернуться в октябре, то не исключен бой с американцем Дмитрусом Андрейдом. Если Головкин будет драться 14 сентября, я сомневаюсь, что он выберет Андрейда. Мунгуя имеет больше смысла для этой даты. В главном шоу на Уэйкэнд по случаю празднования Дня независимости Мексики нужен мексиканец в Мэйвент. Если же Головкин вернется в ринг в октябре, возможно, вариант с Андрейдом будет рассматриваться. Британский супертяжеловец Дэвид Аллен попал в больницу после неудачного боя против Дэвида Прайса. Несмотря на статус андердога, Прайс уверенно прошел оппонента, перебивая его практически в каждом раунде. В итоге, угол Аллена отказался от продолжения поединка после 10 раунда. Как выяснилось, это решение было абсолютно правильным, поскольку после поединка у Аллена возникли проблемы со здоровьем. В качестве меры предосторожности Дэвида Аллена доставили в больницу, где ему диагностировали перелом глазницы. Послом промоутера Эдди Хирна боксер получил серьезный урон, но угрозы для его здоровья нет. Чемпион Энди Руис поделился своими планами на ближайшее будущее. Вместе с Дуантейм Вайлдером Руис выступил в эфире телеканала Foxport во время боксерского шоу в Лас-Фегасе, главным событием которого стал бой Кита Турмана против Мэнни Пакео. Руис подтвердил свое желание провести реван с Энтони Джошуа в Нью-Йорке. Затем, если Энди победит, он хочет устроить унификацию с Вайлдером. «Мы до сих пор ведем переговоры. Команда Джошуа пытается убедить нас драться в Великобритании. Мы же хотим вернуться в Нью-Йорк. Я буду чувствовать себя там более комфортно. Мы с Вайлдером в одной команде. Я сначала побью Энтони Джошуа, а затем мы можем устроить бой», – сказал Руис. Дуантей Вайлдер, в свою очередь, похвалил Руиса. Бронзовый бомбардировщик при этом напомнил, что со времен легендарного Ленокса Льюиса в супертяжелом весе не был абсолютного чемпиона. Я думаю, что со времен доминирования Ленокса Льюиса все постепенно идет в бой за звание абсолютного чемпиона. Я рад, что Энди Руис принес супертяжелый дивизион, новый тип энергии. Он стал новым лицом. Руис вышел на ринг, сотворил сенсацию и все здесь изменил. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин